Добрый вечер, Игнат Тихонович! Мир вам, Игнат Тихонович! О, Владимир! Мир вам! Рад видеть! Игнат Тихонович, тут опять к вечеру вы с вопросами к вам? Я вам там сбрасывал встречи, вчера была с Владимира Путина, онлайн встреча со всеми главами религиозных организаций, там и патриарх был, там муфтии, мусульманские, там Корнелий был, ну и все там, да, по протестантским всем церквям был главный, там какой-то сараверы, даже буддийского. И вот у них, вот вчера был праздник народного единства, день народного единства, они в связи с этим встречу устроили и говорили Владимиру Путину, ну, всякие слова. Как-то поддерживали, что наш народ сплоченность, это спасло наш народ, это сплоченность, что мы должны и дальше быть, в этом оставаться. Ну, как-то мы смотрели вот на самого Владимира Владимировича, и глаза у него были грустные, когда он это все слышал. И мы слушали тоже их, вот что они говорили, ну, они льстили явно, ну, хвалили больше, но ничего такого, никакого пророческого глаза от них не было слышно. Кто бы сказал такое ему, которое бы подняло, и его бы изменило, и дало какое-то решение, как поступать дальше, потому что перед Россией встают большие угрозы. Ну, видно, что надвигается война, видно, никуда это не деться, внутри России сколько, сколько врагов, и видно, что так оставлять никак нельзя. У людей веры-то совершенно нету никакой. И мы подумали, вот бы, как бы, он бы услышал, как бы с вами бы ему встретиться. Но мы даже не знаем, как такое можно, чтобы организовать это, как-то передать ему. Но вот если бы так вышло, чтобы вы вышли на связь с ним, вот как бы, как с нами по скайпу, и он вас спросил, что вы посоветуете сделать в России нужно, чтобы изменить обстановку, что бы вы сказали, Игнатий Тихонович? На духовном фронте, на духовном и на физическом. Я вспоминаю всегда пророка Еремею. Что он сказал царю? Все, чтобы замолчал, а ему уже предупреждение было, в разных видах Господь ему являлся. Нужно сказать, в современной истории, считаю, при моей жизни был человек, я переписывался с ним, в Румынии, Ричард Вумбрандт, после войны, когда советские все захватили, и теперь выступают, а он как у них, у протестантов, как пресвитер. Ну и точно так же, дифирамбы кодят фимиамом в советской власти, а жена его Сабина рядом сидит, там где в зале-то, и говорит, Ричард, да что ж ты терпишь, что это? И он встал и пошел на трибуны, и стал тогда говорить так, как положено говорить, в пророческом духе, обречения, советская власть, что она несет, человека ненавистническая, как они взахались, его тут же сразу арестовали. И поэтому говорить без должности я, я свободен. Когда я беседовал, был в Синоде, в Нью-Йорке, в Русской зарубежной церкви православной, митрополит Виталий просто настаивал, чтобы я был рукоположен в священник, а когда я уезжал, тут Вениамин Черноморский был, тоже говорил, чтобы я поехал, уже готовый священник. Ну, люди там многие годы ждут, когда-то где-то в церкви работают, у меня наоборот, я не могу отодвинуть никак, мне нельзя это. Кое-где путь мне будет закрыт, у меня везде дорога открыта, в органах везде, в тюрьме, в прокуратуре, там, ФСБ, везде дорога открыта. Будь я священником, я бы давно был у них и знан, как отец Владимир Головин, будь я каким-то игуменом по этой местности, я бы претерпел то же, что сейчас терпит там игумен Сергий Романов. Хотя к каждому я мог бы сказать заранее, в чем они не правы, можно было как-то идти на это. Нужно смотреть, как пророки смотрели на это. Это у пророка Михея шли на войну, израильские и иудейские цари вместе. Пророки одинодушные говорят, иди на Рому в Голландске, победа будет, то есть все как надо. А у царя, у другого-то сердце насторожено. Говорит, а еще есть кто-нибудь? Есть один, да я не люблю его, он обо мне не говорит хорошо. Не говорит, что не говорит правду. И вы знаете, как кончилось? Посыльный, там, видимо, как сегодня сказать, из ипархии, ты скажи, как все. Он говорит, я скажу то, что Бог повелит. У меня стихотворение, что скажет Бог, то изреку и я. Излюбленная фраза у Михея, к такому в рот не заползет змея. Не наносит он в уши ахинею. И он заклинил на этих вот словах. Поэтому он не смотрел, что скажут Иера, Щека, священники. И он сказал все. И вот сегодня бы главные вопросы. Первое. Государство не может быть без народа. В стране идет просто огромный спад населения. Я бы сказал, вы же встречались лично с Александром Исаевичем Солженицыным. Почему эти не взяли лозунг «Сбережение народа»? Сбережение народа. В России 2013-2014 год. Еще власть царя была. В среднем ежегодно чистой прибыли было 3-5 миллионов. Комсомольская правда пришла и на развороте написано. Если бы большевики не победились в 2017 году, нас бы было сегодня 650 миллионов. Больше полмиллиарда нету выдержки из труда Дмитрия Ивановича Менделеева. Первый вопрос решите. Где вы будете царствовать, когда народа не будет? Бегут люди. В любое государство готовы уехать, лишь бы здесь не быть. Притом рядом с нами государство, у которых эти вопросы разрешены. С коррупцией не знают, что делать. А в Китае знают. Он мирской человек. Христианский закон, он на него не действует. Я не могу сказать ему, дай, Господи, ему то... Я прошу об этом. Какая у него там вера-то? Пусть он сам скажет. С коррупцией не может ничего сделать. Каждый год там чуть не 100 миллиардеров появляется. Огромная страна. 72 года работали. Трудо-трудо-трудо-ни, за палочку, за нуль. Бану-ночь делались миллиардерами. Гусинские, Березовские, Дерипаски. И все одной нации. Что тут догадываться-то? Страну перегнали в Израиль или в Америку. Что вы делаете? С вас просится перед Богом. Я бы ему сказал, мы ежедневно молимся о вас. Чтоб Бог сохранил от покушения. Чтоб вы научились издавать мудрые законы. Дабы достойно дали жить людям. Чтоб было из чего уделять нуждающимся. Попробуй, проживи на мою пенсию. Тебя... Один раз от обеда только на нее. Больше времени уйдет заработать. И вот это я бы ему сказал. Сбережение народа на первое место. Далее. О вере. Вот около него там все это... Прости, Господи, отираются или ошиваются. Патриаршие. Что он от них мог взять? Метрополиты. Кого-то решают. Там зарубежную церковь присоединяют. Ему до этого дела никакого нет. И он не знает ничего. Он креститься даже правильно не умеет. Умел, крестился как надо. Вот так вот. А сейчас вот так вот руку сует под мышку, как патриарх. Точно так же. Взобрались, говорит, на мавзолей. Вдыхают, как елей. Ифтушенко писал. И тут же обольстители толпы из той же самой партии попы. Предпочтение дает православным. А там есть и другие, которые могли бы что-то сказать. В равной степени. Не сказал ни один, не будет поражен в своих правах. Как неприкосновенность депутатская. Говорите мне правду в лицо. Ну неужели бы никто не нашелся, не сказал. Мне бояться нечего. Я на самом низу социальной пирамиды нахожусь. Поэтому мне легко разговаривать. Правильно митрополит Виталий сказал, когда я ему все изложил. Ну да, кое-где вас уже не допустят, как священника в этой одежде. Я этой одежде, как броней, не защищен от народа. Я из этого народа. А что мне Господь-то говорит? Тем более я ему отослал книги. Видели в библиотеке, мои книги стоят у него. Мне передали. Кроме этого, насчитанным моим голосом Библия, архипелаг, гулаг. Я ему послал в местное отделение Единой России здесь. Я зашел передать ей, говорит, вы сами напишите. И я написал. Потому что самая богатая страна, и она одна из самых бедных в мире. Даже аборты не может запретить. В Польше сумели это сделать. Вынесли на обсуждение. За время перестройки официально 120 миллионов абортов. Да как только официально. Герман Стерликов четко доказывает. 20 тысяч ежедневно убирает. Убитые. Поэтому припомним еще раз слова Дмитрия Смирнова, недавно почившего. Защита ребенка должна быть не с рождения, а с зачатия. Это и так понятно. Абортов не было в Израиле. Никто про это не слышал даже. Да, беременных разрубали, пленные когда были. Но это другое дело уже. Война обычная. И здесь сегодня что он может сделать? Все, что вокруг вас там прилепилось. И вы же видите, кто эти люди. Их по виду даже видать, какие они есть. И что это у вас там готовится для народа? Что понастроили? Возьмите пример с Лукашенко Александра Григорьевича. Почему он не закрыл ни одно предприятие? Ни на кого маски надевают. Магазины обслуживаются, как в Швеции. Чего это придумали? Русский народ вам не уничтожит весь. Он последнюю роль должен сыграть под Иерусалимом. И чтобы ваше имя не проклиналось, вы начните эти дела сегодня. Сейчас, непременно. Среди православных надо начать работу. Я им говорил, был бы патриархом, что сделал? Прекратить всяких строительствах храмов. Натолкали везде, как опята. Храмы пустые. И открыть тысячи училищ сегодня же. Завтра две тысячи. После этого три тысячи еще открыть. И шесть тысяч училищ будет открыто в стране за три дня. Я уже договорился. С баптистами, с адвентистами, настоящих проповедников. Любить Христа, любить Библию святую. Не затрагивая православие. Согласились? Да, согласились. Температура быстро пошла бы, говорит, на нужное. Вот так. Дальше. Не лезьте в чужие страны. Без нас разберутся. Вот это, что они там затеяли, с Украины сбоку оторвали. Люди там хотели. Без согласия самой Украины. Зачем были начать? Я не политик. У меня стихотворение есть. Отдайте, Шикотан и Кёнигсберг отдайте. Пока не спознан, поспешим. Не удержать богатств. Хрипят и лезут тати. Крестясь отдать самим. Вот это вот нужно привести в порядок. Нам это не нужно. Все эти леса, все уже Китай полностью откупил на 50 лет, наверное. Это зачем делаете без совета с народом? Да жить некому. Пространства пустые. Ну и этих-то брать-то как? Своим, главное, не могут прописаться. У нас была одна из Казахстана. Так и умерла. Умерла и не прописали. Больше 10 лет оформляла документы. Свои природные граждане. Но вышла туда замуж. Теперь приехала сюда с ребятишками. Дом построили. Но это дроботы. Так и не прописали, кажется, ее. А из-за границы там в один день решают. Граждане делаются. Вот это вот необходимо было сказать. И за прошлые годы дайте отчет. Вы сколько раз обещали. Почему народ такой бедности живет? Почему столько беспризорных детей? С вас будет спрос, как с правителя. Вот это лизоблюдце, оно кончится печально для всех. Не можете руководить. Сдайте полномочия другому. У вас есть там хорошее. А если можете, примените власть, которую вам Господь доверил через людей. Чего они там мнутся около него? Необходимо это сказать. Вижу я рассеянных овец, и нет у них пастыря. Слова Михея. А то дружин, народ, единство. Никакого единства нету. Что там во Франции делается? Это рядом, здесь. Ему не удержать это. Татарстан перережет страну сразу пополам. Войска вводить, это значит зажечь все границы. Они не знают, как мир установить. Не надо было хватать этой. Еще Ермолова не раз вспомнят. Без этих республик обходятся сейчас. Туркмены, Узбекистан, Таджикистан. Нормально. Живут, приезжают, работают. Все, хватали, хватали. Без Прибалтики обходятся? Обходятся. Но сколько они жертв претерпели? Это все на вашей совести. Вы из этой же самой плеяды идете. И покаяния никакого не приносите. За цареубийство, раз вы преемственно имеете власть, принести покаяние. За что расстреляли царя, царицу, княжон, наследника? И обслугу всю расстреляли. Вы наследники этой самой кровавой комарильи, которая хуже фашизма может в сотни раз. Там закончилось и все. К власти никого не допускают. Эти что понаделали? По выкладкам кораблина профессора, пишет Солженицын, в архипелаге ГУЛАГ. 66 миллионов погубили, хотя во всю мировую войну не больше 70 во всем мире погибло. Это в одной стране. Они никого не могут найти, разговоры вести сразу. Класс за классом срезали. Дворянство уничтожили, священство, казачество. Все под корень вырезали. Покаяния-то никакого нет, и поэтому такой народ. Аборты прекратить. Подвести под уголовную статью и рассматривать как убийство уже рожденного. Вау, Донат, чего же молчите там? Никаких мер не принимайте. С вас Господь спросит. Не потому, что долго у власти, а потому, что долго у власти ничего не сделали. Такая бедность в народе. Такие оклады по тысяче там добавляют. Лужкова отправили на пенсию за потерю доверия. Пенсии 253 тысячи в месяц. А у меня едва-едва-десять за 35 лет трудового стажа. Я обойдусь, а другие-то. И вот это все надо было ему там сказать. А они там это, лизоблюды. Никому это не нужно. И поэтому особый упор, что мы не делали, что ему там помогали. Сколько лет он уже скрепа, связь с православием. В монастыре там, я не знаю, кто там, Мамонтов или кто там ставит эти фильмы. Это не нужно ничего. Ушло и нигде никакого следа нет. Скажите такое слово, чтобы все загорело вокруг, в сердцах людей. А у меня каждый раз в интернете везде. А ваше отношение к Путину? Я говорю, какое отношение? Мне дано право молиться за него. Чтобы не было покушения. Вот мое отношение. Я о нем молюсь каждый день. Каждый день. Ни одного дня не было, чтобы не молился. Но я молюсь и за Зеленского, и за Эрдогена, и за Амана, за Рамзана, за Дональда. Мы молимся за всех царей. А они знать про это не знают. Вот что ему необходимо было там узнать. И показать нищету народа в буквальном смысле. Беспризорничество. Мизерность окладов. Никакой помощи труженикам сельского хозяйства. Так что Казахстан. Насколько беднее, казалось бы, и те уже поднялись. Наполовину комбайн за полцены. А у нас один комбайн кое-кое-как в общей стоимости почти 10 миллионов. Когда он рассчитается? Да еще деньги за раз не берут, а на 5 лет. Почему Муаммар Каддафи сделал так, что если кто берет хоть один процент банки, смертная казнь. По каждой отрасли вы везде могли бы взять пример. От Лукашенко взять вот это. Борьба с коррупцией из Китая. Как работать, как газ, электричество бесплатно народу дать. Умар Каддафи, Левия. Живые примеры. И он с ними, с людьми-то, со всеми встречался не один раз. И приезжает опять у себя то же самое. Как будто его нету. Как будто в какую-то келью забивается один и сидит. Вы посмотрите же, показывают. Я специально показываю это. Ни один правитель так не ездил. Открыто показывают документальные фильмы про Адольфа Гитлера до войны. Везде едет рукой Маша. Только что Чехословакию присоединили. Народу тьма. И он нигде не прячется стоит. А здесь попрятались. Берите пример оттуда. Почему он не боялся? Как бы не эта война, да не поднял руку на избранный еврейский народ. И он был самый лучший правитель в мире. А так-то хапанул и подавился. Вот тоже показать ему. Не хватайте чужое. Пример уже дан. Чем это закончится? Никакой реабилитации преступникам не должно быть. Кто казнил людей невинных. То есть это все можно сделать. Не просто поминальники составили. В каждом регионе 7-8 томов книг, кто был репрессивным. Ну и что? А палачи, которые расстреляют, живут, получают персональную пенсию. А кто Вавилова расстрелял? Он даже нужды нету живет. Сейчас, может, уже нет его. Вот это необходимо ему знать. И необходимо, чтобы кто-то это все сказал. Вас Господь терпит до времени. И вы будете преданы забвению на другой день. Посмотрите, сколько недругов. Но пока большая война еще не подошла, она под боком, рядом. Буквально все дымится уже. Мира-то ни с кем нету. Все надеется на какое-то супероружие. Вундерваффа. Не получится. Потому что другие страны тоже имеют, какую зуботычину дать. Вот и все. А потом обратился бы, если был я там, обратился к тем, которые сидят до патриарха. А вы что сидите? Думаете, избежите? Когда наступит эта расплата, вы ответите за все. Народ многого не знает. Дайте достойно жить, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Я прошу не себе. Я на этом еще потяну. Да, я имею это сказать. Вот и все. Да кто там запустит? Если пословица такая, бодливой корове, Бог рог не дает. Ничего лишнего не надо говорить, а только то и показать примеры окружающих нас народов. Взять от них. Посмотрите, как учат японцы. Какой народ, какой трудолюбивый. Как частная собственность. Маленькие рисовые участки. Государственная независимость, чтобы была. А здесь так, прикрыли, ничего нет. И полезли за ножками, говорит, чужими. Прекратить игру в эти коронавирусы. Близко даже не допускать никого. Прекратить на этом все. Никакой нет эпидемии. Минимум 3% должно заболеть. А тут 0,1 или 0,1. Тем более пандемия. Это все масоны. Вам зачем они нужны? Если вы не верующие, вас так и будут называть враг народа. Я вижу его глаза. Я ему это говорю. И понимаю, ему неприятно. Я буду говорить это. И начните это сегодня, не ложась спать. Подпишите один за другим указы. И те, которые с вами руководили страной, там, мэры города, другие, которые на все смотрели спустя рукава, сегодня же убрать, как Лукашенко делает. Он такой разнос дает, там пыль стоит. Как Рамзан Ахматович Кадыров заметил, там сидит. Ну, у него небольшие звания. Там, майор или кто дремит. Подняли его. Так, вы разжалованы. Уходите. Все. Можно это все мирным путем сделать. Видеть это надо. А, что спрашивать? Дистанционное обучение. Какое обучение для ребенка? Он не вылазит с чат рулетки. Он на этом гнойнике и вырастет. Больше строить надо тюрем, а не храмов. При таком воспитании. Не знаете, как сохранить девственность? Поучитесь у мусульман. Притом во всем мире. Во всем мире за 1300 лет ни одного аборта. Ни одной выпивки. Значит, знают, как делать? Официально. Почему не поучиться? Они среди нас живут рядом. Там и сидит муфти один в зеленой челме. Умные люди. Чтобы они были при нем всегда в совете. По определенной тематике работать. Как сохранить семью. Как избавиться от абортов. Вот все это надо показывать. Притом официально. Не так приговоренный куда-то. А как в Китае. На стадионе министр. Коррупция. Он плащет, стоит. Денег-то не дали. В тюрьме содержат, дают работу, чтобы заработал на две пули. Тогда расстреляют. Китай рядом. Среди ночи иди, говорит. Оставь велосипед на остановке. Через месяц приди, и никто его не возьмет. А я только в библиотеку зашел, вышел. Велосипеда уже нет. Вор на воре и гора на горе, как Расул Гамзатов писал. Расплодили варье. Отнизу доверху. Депутатский корпус он век не нужен. Сколько не поглощают. Опубликуйте завтра же. До одного депутата распустите всех. Они пусть остаются, добавьте им по десятке там, чтобы смотрели, как смотрящие. Они ничего не делают. Показывают, то спят, сидят, то еще неприкасаемость. Сколько они пожирают народного добра, это ужас один. И они ему не нужны. Нужны только для того, чтобы проголосовали за беззаконные законы. Больше не для чего. А они проголосуют, чтобы его не убрали с этого места, не изминули. Ни одного пророческого глаза в Думе нет. Пытаются что-то Жириновский говорить, но его иначе как клоуном никто не назовет. Матершинник пьет. Вот так. Получается, без признания, то есть своих преступлений, вот этих заблуждений, без этого покаяния ничего не сдвинется никуда. Да никуда оно не двинется. Как оно двинется? Я как-то говорил на эту тему. Если сейчас ввести наказание за ложь, чтобы нигде не лгать, все рассыпется. Рассыпется, потому что все ложью связано. Абсолютно все везде. За ложь, чтобы определенная статья была. Где бы она ни проявлялась. В Англии ввели наказание розыграми в школах. Передовая страна. Ну берите пример с других стран. Смотрите, как они учат. Почему отовсюду народы идут и идут. А в Америке-то сколько меньше было. А сейчас в два раза уже больше людей. Сегодня только на меня вышел баптист, беседовали. Дети там, все там. Бегут и бегут туда. Потому что другие условия. Осталась одна с четырьмя детьми, с тремя. Ей нужды никакой нету. А здесь она их и не прокормит. По миру иди. Вот это все. Поднести им, дать понюхать. Георгий Степанович. Да. Георгий Степанович. Но ведь несуверенно наша система государства. Наши государства. Вы же ведь это знаете. Несуверенно. Она не хозяин дома. Не хозяин он. В смысле, хозяин дома. Не хозяин дома у нас. В стране. В том числе и Путин. Вы же это знаете. Царь Николай ни у кого не было на побегушках. А это что ему масоны-то гулисо скажут, то и тянут. Прекратить это. Нет, нет. Перехватили. Игнат Тихонович, перехватили ведь власть именно. Системную власть в стране перехвачена была в 90-х годах. Это всем известно. И это сейчас фактор, который не позволяет впрямую. Вот единственное, что за исключением того, что, конечно, полное непотребство, сатанизм, это аборты. Вот это все, что вы перечислили. А что касается некоторых политических вопросов, то информационное поле контролируется за бугром. Оно за бугром. В Китае этого нет. Китай контролирует сам и интернет-пространство. И духовное пространство, какое бы оно ни было, в Китае контролируется. Мы проиграли его сейчас. Из-за этого вот этот хаос весь, и вот эта беднота вся, финансовые поля, вот эти банковские дела. Все полностью за бугром контролируются. Российское. Мы являемся вторичными, в грязном ветре идем. Игнатий Тихонович, это именно вот так. Поэтому желать, желать, как бы, Путин, может быть, больше нас желает изменения. Но он сейчас не во всем власти. А народу сейчас пряник дай, пряник дай, одновременно кнут дай. Это значит взять, суверенную взять власть внутри, отвечать за нее. Сейчас за бугром здесь пока строится все. Те же депутаты, те же, ну, все парламентарии и чиновники, они подотчетны в первую очередь тем, кто за бугром. Там и масоны, и Америка, в общем, все. Вот в первую очередь. И почему коррупционеры все выезжают в те страны, которые вы похвалили, Великобритания, США, все туда, никогда ни одного не выдадут оттуда. Потому что это системный фактор. Это не, как говорится, разбазаривание Путиным. А это именно потому что системные. Они от хозяев приезжают сюда, заработают, угробят страну и уезжают обратно. Вот и все. Как вы думаете, Игнатий Алексеевич? А что думаете? Избирать лучше. Избирать лучше. Я вас советники беру. Я вас советники беру. Хорошо. Игнатий Алексеевич, вот смотрите, в рамках, ведь избирать в рамках пагубной системы, это точно так же, какая беда сейчас у нас в духовно-религиозном направлении. Смотрите, духовное поле, говорю, проиграно, да? Практически сатанизм уже духовный везде. Единственное, вот ваше именно духовное делание и вот именно настоящая правда, она только может лечить. А в основном уже все идет сейчас, заглаживается все. Все, диагноз поставить я не вижу, кто сможет. Не вижу, кроме вот вас, не вижу, кто сможет диагноз здоровый поставить. Вот, как исправить? Везде в пыль в глаза. Вот, например, тому же Путину, вы же сами видите, просто трехэтажные стоят эти, ну, как бы, обманщики, трехэтажные они. Все, что угодно скажут. Все, все хорошо, завтра же подставят, сегодня уже подставляют. И вот эта вот круговая порука лжи, она ведь не только, как говорится, в церкви, она везде. Так опасно это, вот видите, прям так хочется как-то на это повлиять. Как-то, конечно, трудно, ну, с Божьей помощью только что-то может изменить. Но через какие-то передряги, перевороты мощные какие-то, опасные очень войны пройти, конечно, видно, что приходится, придется. Вот, ну, а, конечно, никакого оправдания нет абортом. Никакого оправдания нет, когда брошены люди без средств к существованию в массовом порядке. Это понятно, да. Ну, так, брат, все, что-то никак не открывает дверь змея в Кремль-то. Позвонить может? Да. Поскучать можно. Николая может отправить? Игнат Тихонович, там чувствуются привратники такие с рогами. Боятся, что отшибете вы им последние рога. Вот, такие привратники выстрелились, круги просто из них. Я сегодня с Вячеславом записал один ролик, с чем отличаются мои проповеди от проповедей православных, самых известных, от сектанских. Я уже знаю заранее, какой выпад будут делать они. Мертвы, все. Оживить надо это, Духом Святым. Больше никак. Поэтому советники должны быть глубоко верующие, не боящиеся самого главного. Главного. Именно, только это и лечат. И, о, да, истину. Ну, все, Вячеслав. Все, Вячеслав. Отвечай. Вячеслав. Все. Все, отошел. Доброй ночи, у вас там выстрелы. Доброй ночи. Доброй. Я отвечаю, сейчас тебе скину. Рад вас, не дай сиди. Сейчас я скину. Давай-ка.